Дорогие друзья, добрый осенний день с ботаникой. Вы уже поняли, когда я на ботанике. Как обычно, я иду сречься, делать себе осеннюю октябрьскую прическу. Нахожусь на остановке Зелинского Старого. Сейчас, в большей случае, как всегда, буду вам снимать то, что попадется на моем пути. По дороге в парикмахерскую. Вот, собственно, остановка. Видите, вот, кому интересно, вот там курс. Если видно, не видно. И у меня еще кулек болтается на сумке. Там это инструмент для компьютера. Так, ладно, против солнца тяжело снимать. Пойдем, у меня еще есть полчаса дойти до парикмахерской. Красиво и спокойно. И поснимать вам субботний Кишинев. Сегодня суббота. Очень, очень классно. Мало людей, мало машин. Мало суеты. Вот тут, как всегда, стою с печатьки, воск стоит без изменений. И я всегда... Кому-то может показаться повтор. Но и люди смотрят иногда и первый раз. Вот здесь было когда-то старое кафе называлось. Я тут любил по дороге до парикмахерской или после сесть, выпить кофе. Тут интернет был. Очень уютное, классное кафе. Люди собирались. И вот эта терраса. Если помните, один раз есть видео. Терраса была закрыта. Но для меня вынесли специально кофе из уважения. Очень теплые люди, эти продавщицы. Вот такие вот девушки в Кишиневе, в красном. И с белыми, желтыми сандалями. Красивая фигура. Так. Вот дома на улице Старого. Кто-то здесь жил, я не знаю, номеров. Вот Велис Пап напротив. Тоже хорошее заведение. Ага, столики есть. Отлично. Можно будет зайти на обратном пути. выпить кофе. Не, лучше к Эседу пойду. У Эседа и чай есть турецкий. У Эседа прикольный. Вот парк-кафе следующее. Вы уже знаете, есть у меня видео. И Велис Пап, видите, там какой мотоцикл прикольный. Красивый. И вот кафе Эседа. Вот мы, наверное, все-таки зайдем по дороге. В ходе до парикмахерской. Отметимся у Эседа. Надо отметиться. Ну давайте, 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 чтобы еле-еле, еле-еле шевелитесь. Видите, Папа идет. Там мне не положено. Так, интересно, в тот раз месяц, какой так, когда же я стригся? Месяца полтора, это точно. Почти два. Эсед был в отъезде в Турции. Ох, наверное, приехал. Не может же он два месяца пребывать. И не присматривать за своим кафе. Очень гостеприимный. Тоже примерно мой ровесник, может быть, моложе на год-два или старше. Надо будет спросить. Вот его терраска. Эседа. Парк-кафе. Тут обалденное кофе. И турецкий чай в таких стаканчиках. Бардак называется, вы знаете. Сейчас мы зайдем, поздороваемся, снимаем. Если будет музыка, я отключу, чтобы YouTube не пробил по авторским правам, потому что YouTube очень злой в этом плане насчет авторских прав. Даже если будет звучать шлягер из пустого ведра, все равно тебя забанят. Не все хорошо видно из-за этого солнца. Сейчас узнаем. Вот парк-кафе. Кажется, я его вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Эсед, здравствуй, дорогой. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Как дела? Очень рад видеть. Да, иду стричься, на обратном пути зайду, Эсед. Я все снимал, потом сниму. Давай, проходи, подпьем. Да, приехал в Турцию, был дома. Вот, вот, Эсед, хозяин заведения, которого вы знаете уже. Самое гостеприимное место на Ботанике, может даже в Кисеневе. Я иду сейчас стричься, видишь, как зарос. Хорошо, проходи, подпьем. Да, обязательно. Да, сейчас. Оп. Так, мы прощаемся с Эседом, идем стричься, а потом зайдем и поговорим с Эседом. Узнаем, как его отношения к Кишеневу, как в Турции побывал. Вышли мы от Эседа. И теперь идем прямой наводкой в парикмахерскую к Наде. Кто помнит, я раньше стричься у Олеси, но Олеси по своим там семейным задачам сейчас работает уже только в Криково. И мне накладно ехать в Криково. А Надя, это коллега Олеси, и стрижет так же. Она всегда, почти всегда была на смене с Олесей и видела, как она меня стригла. Мы общались, даже праздновали мой день рождения. Все вместе. И у нас очень хорошие отношения. И теперь я буду стричься у Нади. Надя стригла Вовочку-дальнобойщика. А Сережу стригла, кажется, Олеса, я не помню. Есть видео там, где называется «Давай поженимся». Там наши три таких неслабых облика на обложке. Видео. Я назвал его «Давай поженимся». Один зритель, несмотря видео, только по обложке написал старые трансвеститы. Я чуть не упал со стула от смеха. Но мы люди не злые, вы же знаете. У нас агрессии нет. Мы рады всем. Я потом ему объяснил. Говорю, так, так, это, говорю, это не передача, давай поженимся. Это просто прикол для того, чтобы привлечь внимание, заинтересовать. Как-то, чтобы было весело. Такие три толстяка в кадре. Ну, на офисе. Вот уже видно улица Пугачева. И, видите, пристроечка вот эта. Такой вот этот вестибюльчик, или как его назвать, в парикмахерской. Там, типа, вот это, как зайчик ожидания. Да, солнце сильное. И как мне так себя заснять до стрижки, а потом после, что было прикольно, весело с одной точки. Вот там по диагонали был овощной ларек, если помните, раньше его убрали. Поставили асфальт, новые тротуары. Ну, а как-то все так стерильно, аж скучно, знаете, как. Мне нету души. Меня за это раскритиковали. Ну, так, сейчас встанем здесь, так, на углу. Так. Сейчас. Выберем точку такую. Вот, ага, на знак. Вот так вот. Вот до стрижки. До осенней стрижки. Первая осенняя стрижка. Осенью. 23-го года. Перекресток Пугачева-Старого. У меня еще есть время, вот кому интересно, двор, где находится парикмахерская. Я не знаю номер дома. Это на углу. Парикмахерская на углу Старого и Пугачева. И вот этот вот дом, пользуясь случаем, меня никто не просит, не просил, кому-то будет приятно. Это 100%. Кто-то увидит свой подъезд, свои окна. Свой двор. Так, я вот тут нашел уютную такую беседку, скажем так. Назовем это беседкой. Да, и тут мы присядем и раскумаримся. И вот дом напротив, я не знаю номеров. Это следующий дом в сторону Зелинского. Три подъезда. И такая большая вот площадочка хорошая. Тут, наверное, раньше советские времена, ох, как дети собирались и играли. Вот как. Мы сейчас красиво, спокойно присядем. Потому что у меня есть 20 минут. Троллейбус очень быстро приехал. Сильно меня обрадовал. И мы себе спокойно сядем. Надя, я пошутил с Надей, говорю, этот, пенек возле парикмахерской спилили, скамейки нету. Я говорю, Надя, дайте ключи от машины, я посижу. Надя мне собралась сдавать ключи. Я говорю, Наденька, я шучу, потому что я еще могу сесть и уехать на ней куда-то. Пошутили, посмеялись. И вот я тут сел в тенечке. Там пенек есть, но большое солнце возле входа. С другой стороны пенек. Тот пенек, на котором я раньше сидел, спилили, кажется. Это есть другой пенек с другой стороны, но прямо на солнце. А тут тенечек, хорошо, красиво. Мусорное ведро рядом. Полная лафа. Вот такой вот дворик возле парикмахерской на улице старого. Тот дом, может быть, относится еще и к Пугачево. Но вот этот вот напротив точно только относится к старого. Хотя не факт. Но главное, что вы видите локацию, понимаете, где я нахожусь. Вот машины едут по улице старого, со стороны улицы Зелинского, в сторону Пугачева. Ну, уже для вокзала образно. Вот тут мы находимся. Ну, все снимать вроде больше нечего. Ну, и, конечно, вот это вот ущербное здание. Видите, какое серо-черное. Это вот эта мода дебильная. Кто учился, кто их учил, кто их выпускал, чтобы сделать такой дизайн. Черно-серый. Красно-черное. Такое все траурное. Вообще кошмар какой-то. Да, мне фереште. Не лучше ли наши вот эти продуктовые магазины советского стиля, душевные, где люди собирались, где продавщица знала всех, где тетрадочка была. Да, эти супермаркеты безжизненные. Много людей, но там нету жизни. Пусто. Бездуховно, безжизненно. Вот. Чем больше людей, тем меньше жизни и души собирают. Когда собирают в одном месте массовые тусовки, вот эти вот шоу всякие идиотские. Все, мы отдыхаем и готовимся к стрижке. Готова осенняя прическа. Вот она. Только что вышел от Нади. Сейчас идем к Эсэду пить кофе. Вы же помните, Эсэд пригласил на кофе. Турецкий кофе. У него самый лучший кофе. То, что вот мы пили еще. Вот с товарищем приезжали сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Китара мне скажет, как много тебя любят. Се аудит в департаре, у гласа маринал, и парка, когда появится, скальдат от ума. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok